МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кто последний, тот и папа в кинотеатрах Преамуря начали показ комедийной ленты «Кто наш папа-чувак?». Главные роли в этой незамысловатой, но интересной истории сыграли Уон Илсон и Эд Хелмс. Как уверяют кинокритики, если эта комедия с известными нам актерами и не заставит вас смеяться в голос, то чувство спокойствия и радости от происходящего с героями на экране точно после себя оставит. По сюжету, два брата-близнеца всю жизнь прожили с уверенностью, что их отец умер от рака, когда они были совсем маленькими, но после того, как они выясняют, что всё это неправда, они отправляются на поиски своего настоящего отца, в ходе которых узнают о смерти матери больше, чем, вероятно, когда-либо хотели знать. «Демон из шкатулки» в российский прокат вышел фильм ужасов «Бойся своих желаний», который зрителям представил режиссёр первой части картины «Проклятие Набель». Новая лента для известного в мире голливудского кино режиссёра и оператора обошлась ему в 12 миллионов долларов. Это история про девушку по имени Клэр, которая любит равнодушного красавца, а также стесняется бедности своей семьи. Но однажды она получает в подарок старинную шкатулку. Пока играет мелодия, шкатулка может исполнить любое желание Клэр. Например, её школьная врагиня гниёт заживо. Клэр получает дорогую машину и любовь парня, который не обращал ранее на неё внимания. Но однажды приходит и время за всё расплатиться. Шкатулка требует душу Клэр, иначе прольётся много крови. Сможет ли героиня выйти из этого опасного положения, узнаете, сходи в кино. Посмотреть на больших экранах можно американский комедийный боевик от режиссёра Ронна Шелтона в духе легендарной комедии 1980 года «Успеть до полуночи». Центральные роли в проекте достались Моргану Фримману и Томми Ли Джонсу. Фильм рассказывает про некогда блистательного адвоката, а также его друзей, которые ранее защищали интересы глав самых крупных преступных группировок. Но тут они отошли от дел и теперь живут на вилле Капри, пребывая под программой по защите свидетелей. День за днём они скучают, гоняют мяч на поле для гольфа и перебрасываются колкими-остротами. Но однажды парням придётся забыть про свои мелкие дрязги, статус и возраст, чтобы дать отпор мафии. Нет, она? Высший класс. Спокойно, наверное, протечка бензина. Это электро... Я помню. Это время. Вечный страх. Перед тиранией короля. Если вы фанаты фильмов, снятых по мотивам Индии, то история Бухабали, рождение легенды, отлично подойдёт для вас. Невероятная, красочная, поражающая история любви, что оказалась сильнее власти, алчности, войны и даже смерти. Стало продолжением фильма Бухабали «Начало», который стал самым кассовым индийским кинопроектом всех времён. Ну а теперь национальный хит добрался и до российского сети. Мы будем биться до конца! Может, расскажете мне, что происходит? Около двух месяцев назад мы обнаружили Дэниела спящим с открытыми глазами. Он пытался что-то сказать, но всё его тело было парализовано. Дэниел, ты перенёс сонный паралич. Разум понял, что в комнате что-то было. Для тех, кто любит пощекотать свои нервы страшилками, предлагаем сходить на фильм «Сламбер. Лабиринт сна». В основу сценария легло реальное психологическое явление, сонный паралич, при котором человек в течение нескольких секунд после пробуждения не может контролировать своё тело и часто испытывает зрительные и слуховые галлюцинации. В центре сюжета находится доктор Эллис, врач-сомнолог, посвятивший всю свою жизнь исследованиям проблем и ночных кошмаров. Однажды к нему обращаются члены семьи Морганов, испытывающие большие трудности со сном. Каждую ночь с ними происходит нечто странное. И тут доктор начинает собственное расследование, пытаясь не только помочь своим пациентам, но и уберечь их от зловещего. Вы обещали нам помочь! Слышали обо мне? Я прочитал обвинительное заключение и купил вашу книгу. Вы понимаете, что вам предъявлено обвинение в организации подпольного казино? Вы будете моим адвокатом? Мои партнёры вряд ли захотят рисковать репутацией ради принцессы Покера. Если вы думаете, что принцесса могла провернуть подобное, вы ошибаетесь. Похоже, у вас сложилось ложное представление обо мне. А если я докажу, что ваши недалёкие предвзятые суждения — полная чушь? «Большая игра» — это американская биографическая драма Аарона Соркина, основана на биографии спортсменки Молли Блум. Лента является дебютом режиссёра Соркина, ранее выступившего в качестве сценариста премии «Оскар». Это фильм про Молли Блум, которую все называли принцессой Покера. Она построила самое дорогое подпольное казино в Голливуде. И каждую минуту здесь шли ва-банк кинозвёзды, шейхи и миллионеры. Но большие деньги, как известно, пахнут кровью. Как выжить, когда за тобой охотятся мафия и ФСБ? Ответ смотрите в кино. Восемь лет в Голливуде и два года в Нью-Йорке вы управляли самым роскошным частным казино. Вы видели имена в обвинительном заключении? Признайтесь, Молли, вы связаны с русской мафией? Ты дико рискуешь. Игроки должны вам почти три миллиона. Тебя просто убьют. Ты создала многомиллионный бизнес исключительно своим умом. Моё дело передали в Федеральный суд. У каждого свои недостатки. Почему вы одна? Где все эти люди, которых вы покрываете? Почему они молчат? Скорее сюда, милые садовые букашки! Это он, удивительный сверчок Доминик! Добро пожаловать в мир букашек. Здесь у каждого своя роль. Всё движется по своим правилам и законам. Бурлит жизнь, полная взлётов и падений, радости и печали. Если заглянуть под листок или отодвинуть травинку, можно узнать все секреты таинственного мира насекомых. Надо лишь чуть-чуть напрячь воображение. Тайная жизнь насекомых – французская анимационная приключенческая лента для всей семьи. Мультфильм является экранизацией серии одноимённых литературных произведений Антона Кирыц. Вперёд! Нужно спасать королеву! Ага! Вулей! На этом у меня всё. Напомню, посмотреть этот выпуск и другие наши программы можно в социальных сетях на страничках Амурского областного телевидения. Ещё больше информации на нашем официальном сайте amurobl.tv. Я же на этом с вами прощаюсь и желаю отличного времяпрепровождения, бодрости и духа и обязательно советую сходить в кино. До новой встречи в эфире! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова